Пожалуйста, вам, опять же, любопытная ситуация из жизни. Вы все прекрасно знаете, что очень вредны сотовые телефоны. Вы об этом читаете периодически в газетах, журналах. Они ужасные, у них дикое излучение. И если много разговаривать по сотому телефону, то начинаются раковые процессы в мозгу. Ну, я много таких вещей читал, то есть просто подборку даже не стали делать. Потому что сейчас это общеизвестный факт. Ну, о природе рака у нас целая лекция есть по этому поводу. Могу сказать, что по этому к раку и подвожу в этом случае. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Если человек много времени говорит по сотовому телефону, значит, он в том месте, где он находится, не существует. Он все время вынужден перенацеливаться на тех абонентов, которые находятся в иных метрических координатах, чем он. И если он делает это неграмотно и часто, то у него просто-напросто обесточивается его мозг. Потому что он не выполняет правил техники безопасности перенастройки своего мозга. Только и всего лишь. Да, это ведет к раку. Это ведет к раку. Не излучение телефона, а то, что в мозгу не остается энергии, как в биологическом объекте. Потому что она бездумно растрачивается черти куда. То есть просто-напросто незнание вот этого правил этики общения с окружающей средой действительно людей приводит, а в частности занятых людей, людей, которые эмоционально контактируют с окружающим миром, приводит их в негодное состояние. Они заболевают, обездвиживаются. То есть природа таким образом от них защищается. Ребят, к вопросу о грамотности, просто-напросто. Вот и вся ситуация. Значит, когда нас учили стрелять, то мы на стрельбище стреляли так. Когда по многим мишеням приходится работать, у меня спецподготовка по этому поводу была весьма серьезная. Ты вот на огневом рубеже, ты стреляешь под тем целям, которые вот сейчас у тебя выскочили. Причем если нас тренировали серьезно, мы стреляем так, что мы уже знаем, что мы эту цель поразили, за ней уже не смотрим, упало-не упало. Ствол вверх. В состоянии я здесь и сейчас. Выбор следующей цели. Прицеливание, поражение цели. Ствол опять вверх. Опять ожидание цели, откуда она пошла, интуиция включается, откуда она сейчас покажется, потому что сначала показывается поле человека, а потом уже он там сам. А ты, чувствуя это направление, уже можешь подготовиться к поражению этого объекта. Поражаешь его, стоишь дальше в состоянии я здесь и сейчас. То есть вот у нас была матрица работы по многим целям не вот такой поливой, как делают обычные люди, а ствол вверх. Ствол всегда вверх, потому что из положения вверх всегда прицелится лучше, чем переносить цель в горизонтальном варианте. Ребята, вот вам разрешенное направление. То есть такое общение с окружающим миром, когда у тебя много целей, когда ты занятый человек, я, например, очень занятый человек, работая с клиентом, мне приходится еще на 2-3 звонка ответить со всего мира, значит, поэтому мы международный институт социальной экологии, вот, за 5 минут привести кого-то в порядок, не потому что это рекламный жест, а потому что народу много, я иначе не успею просто ничего сделать. И вот поэтому приходится диспетчировать свой мозг таким вот образом, соответственно, уплотнение времени получается очень даже большое. Такая вот ситуация.